Доброе утро! Сегодня 21 февраля. В Библии, в притчах на этот счет, в 21 главе написано, хочу вам прочитать одно короткое предложение, 3 стих, 4, 4, из 21 главы. Гордость отчей и надменность сердца, отличающая нечестивых грех. Гордость отчей и надменность сердца, отличающие нечестивых грех. Как это проявляется? Гордость отчей и надменность сердца. Я часто слышу, довольно часто, даже вот здесь в блоге кто-то у меня высказался, без критики дело выбора каждого. Слава Богу за то, что Он дал нам возможность выбирать, Он дал нам свободу выбрать. Верить в то, что Бог существует, что Он творец, или не верить. Каждый волен сам выбрать. Но просто для жизни каждого важно понимать, что Бог есть. На моем пути встретились люди, на жизненном пути встретились люди, слава Богу за то, что они, которые рассказали мне об этом. И я выбрал поверить, и моя жизнь заменялась. Кардинальным образом. Сразу, решительно. Кардинальным образом. Все поменялось в один миг. И продолжает меняться в лучшую сторону. Мир в душе. Покой. Понимание, кто ты есть. Осознание, что тебя любит Бог. Сам Бог, Творец. Что Он твой Отец. А ты Его ребенок. Осознание этой мысли уже вселяет в тебя и в твою жизнь такую надежду. А люди придут по жизни и отмахиваются. И вот Он говорит. Гордость отчей и надменность сердца, отличающие нечестивый грех, нет смысла гордиться тебе. И надменно вести себя. Она мне говорит. Кто-то мне тут говорит. Есть такой мудрец на Востоке. Ож, а может быть он хороший человек, не знаю. Может быть действительно мудрый. Но Он просто человек. Он сказал, что это люди придумали по образу и подобию себе. Выдумали Бога и носятся с Ним, как с писанной торбой. Я думаю, что это не так. Потому что когда ты попадаешь в тяжелую ситуацию, в такую, извиняюсь за выражение, задницу, что выхода нету никакого, то почему-то из груди вырывается крик «Не Оша помоги, а Боже помоги». «Господи, если есть, спаси меня». Коммунисты, атеисты, агности, кто бы ты ни был, все твои убеждения слетают в момент, когда кривляться некогда, когда гордость приходится засовывать в одно место, и тогда вопль из души, из сердца один. «Бог помоги, а не Оша помоги». Или еще какой-нибудь философ, умник, которых развелось нынче много. Дай Бог им здоровья. Ницше, Ницше великий, мыслитель, философ, врач, терапевт, там я не знаю, гений. Ипотажный, кривлялся. Он высказался однажды примерно так, «Господи, прости мне то, что я сейчас скажу». Он сказал, что «Ваш Бог давно умер, и труп его сгнил, гниет, и смердит, мешает нам тут жить». Носитесь с ним. «Гордость, очей и надменность сердца. Грех». Закончил Ницше в сумасшедшем доме, кто не знает. В жуткой горячке. Безобразно, ужасно, кошмарно. А теперь пусть кто-нибудь скажет, кто что-нибудь из нас, людей, способен знать, что будет завтра, через пять секунд что будет, кто-нибудь знает или нет. Так если ты не знаешь, чего же ты кривляешься? Люди бывают разные. Бывают такие сильные люди, мощные, харизматичные, обладающие колоссальной властью. Ну, взять гениев, злые гениев в последнее время, там, Сталин, я не знаю, Ленин, Гитлер, там, да мало ли кто, Наполеон. Колоссальная власть. Да вот, современные эти лидеры. Кажется, ну сидят все, президенты, вон на Востоке сегодня, что на Ближнем Востоке творится. Муаммар Каддафи, казалось, ну, незыблемо все, а за своей палаткой будет всю жизнь мотаться по странам. А закачалась, люди, гордость, надменность сердца. Я недавно смотрел выступление Гитлера, специально, чтобы посмотреть, как он проявляет себя, как оратор. Ну, это же сильнейшая личность. Действительно гений. Злой, правда. Власть, сила, абсолютная уверенность, мощнейшее воздействие на людей. Приказ, и сотни тысяч людей двинулись убивать других. А закончил. А закончил. Вы видели все эти кадры, хроники, с трясущимися руками, жалкие виды? Куда он пошел? А Сталин? От одного взгляда, которого люди сидели от страха. Миллионы людей двигал влево-вправо. На полу. В собственной блевотине. В страхе. И в кошмаре. Уж он-то, семинарист, знал, о чем идет речь. Бывший. Короче говоря, к чему я все это говорю? Гордость отчей и надменность сердца отличающая нечестивый грех. Выбор лично я сделал. И каждый разумный человек имеет возможность сделать такой выбор. И если у тебя есть в голове мозги, и ты способен логически рассуждать, если ты занимаешься каким-то делом, бизнесом в частности, то и у тебя есть, например, инструменты. Ты знаешь, как надо говорить, ты знаешь, какой продукт, ты знаешь секреты построения собственного бизнеса, ты специалист в интернете, ну, короче говоря, продвинутый умный человек. Ты владеешь инструментарием своим собственным, у тебя есть много знаний, ты семинары посещаешь и так далее. Но тебе еще говорят, что существуют духовные инструменты, существует еще одна сторона твоей жизни, которая может самым решительным образом влиять на твою реальную земную жизнь. Если ты освоишь эти духовные инструменты, если ты будешь полагаться в соответствии вот с этой книгой, вот с этой книгой на Бога, который твой помощник, он говорит, проси, да оно тебе будет. Верь, и получишь. Я знаю, как это делать. Молись, и я тебе помогу, потому что ты мой сын, если ты будешь меня любить и верить в меня, я тебе буду помогать. Но я не буду тебя заставлять. Да какой же ты тогда здравомыслящий человек, как же ты можешь не сказать про себя, что у тебя нет горделивых очей и надменного сердца, если ты отмахиваешься от Бога, а в трудные минуты обращаешься к Нему. Надо сейчас не дожидаться страшных ситуаций в своей жизни. Ну вот подумайте, большинство из нас взрослых людей родители или будут родителями. Вот представьте себя на секунду, о чем думает человек, к кому он обращается, например, ну самое ценное, что у нас есть ребенок, близкие люди, но ребенок, которого мы любим до самозабвения. И вот мы же знаем, ребенок лежит на операционном столе, и ты ничем ему помочь не можешь, уйдет операция, и ты ходишь по коридору в надежде, что все произойдет. Ты кого-то просишь, молишь, кого ты просишь? Ошу? Философа какого-нибудь? Когда ты неосознанно обращаешься к тому, кто тебя создал, из сердца крик вырывается. Господи, помоги моему ребенку. Господи, только спаси, я все сделаю. Боже, помоги. Вот что происходит. Откуда? Когда человек рождается в его сердце есть специальное место, которое Бог приготовил для себя, для Бога. И человек, придя сюда, на эту землю, в эту жизнь, за этот короткий отрезок времени, это моя позиция, это я так знаю, я так научился от Бога. Он должен за эту свою земную жизнь найти самое главное Бога, установить с Ним близкие отношения, семейные, превратиться в его сына и сказать, Боже, ты один, на кого я уповаю. Помогай мне, пожалуйста. И он готов это делать. В моей жизни так произошло, в жизни других людей, кто верит Богу, кто сохраняет свою верность в любых обстоятельствах. Поэтому просто выгодно верить в Бога, разумно верить в Бога. Все здравомыслящие люди это делают, но никого никто не заставляет, тем более Бог, Он не будет тебя заставлять. Он просто говорит тебе, что горделивые очи и надменность сердца, а именно поэтому человек отвергает Божью руку, грех, а грех не остается не наказанным. Не наказанным. Потому что грех влечет за собой очень неприятные последствия. Я желаю вам удачи, думайте. С Богом. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok